Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Изменить свою жизнь». Мои дорогие, я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня я хочу рассказать вам, что я ходила в салон. В салон, в который я хожу очень давно. И даже хотела записать со своим стилистом видео, но она, в общем, отказалась. Говорит, я стесняюсь, пожалуйста, не надо. И я пришла с тем вопросом, который мучает мне давно, который задавала и вам, мои дорогие, что до сих пор не могу определиться с своим цветом волос. В общем, мучаюсь. Конечно, я не хочу уже быть как бы вороная черная, да, но все-таки темный цвет, чтобы преобладал темный, не светлый. Потому что от рождения я черная, и он мне родной этот цвет, а просто седая, и чаще крашусь. Ну, никакие рыжие, красные, бурые и коричневые цвета я не люблю. Мой цветотип зима, и мне идут холодные оттенки. Ну, и вот Надюша мне говорит, говорит, Элена Михайловна, мы видели вас всякое, белое, серое, красное, какое угодно. Но если черный кого-то старит, но это не ваш случай. И вся команда, которая сегодня работала, говорит, ну, ваши оттенки холодные и темные. Ну, никто не говорит, что прямо черный-черный, но действительно, мы же видели вас всякую. Вы приходили и красились у нас, и мы видели вас в разных цветах. И действительно, темный цвет – это ваш цвет. И зачем вы себя мучаете, и зачем вы что-то экспериментируете? И, ну, хочется же, ну, ведь хочется. И хочется что-то изменить, и хочется что-то поменять в себе. Но почему я сегодня вот прямо рванула в салон, я сейчас расскажу вам. Мои дорогие, я когда смотрю вот своих любимых блогеров, да, я всегда говорю, пожалуйста, зайдите, посмотрите. Потому что, ну, колоссальное удовольствие получите. Я тут все мучаюсь, какой цвет, какую стрижку и так далее. Конечно, я смотрю на эту тему очень много видео и интересуюсь. Я подписана, я уже говорила, и даже ссылку оставляла на канал Радика Кафурбаева. Это, ну, высочайшего класса специалист. Он живет в Тольятти, к сожалению, не смогу прийти к нему. Но его видео просто потрясающего. Я столько много узнаю, столько интересного. И вот буквально дня два-три назад у него вышло видео, и я оставлю на всякий случай. Посмотрите, вы знаете, мои дорогие, вот многих, наверное, это коснется. Ну, вот правда. И он мне очень хорошо говорит в этом видео, не бойтесь делать глупости. И вы знаете, я же стараюсь отрастить волос, да, и отрастить, чтобы сделать длинное коре. Кстати, я обещала вам фотографию коре, да, чтобы вы поняли. Но коре подразумевает, это же идет как лесенка, да, по длине. А Радик говорит, не надо вот эти места, вообще, надо открывать лоб, не надо закрывать. Вот я-то к чему хочу этот каскад-то сделать, да? Коре, да, я до этого сказала, каскад, моя хорошая. Чтобы свои эти монгольские скулы прятать, поэтому я хочу каскад, потому что он лесенка. Я думаю, я вот все вот тут, а вот как раз в этом видео говорит, вот сюда все сделают, лицо становится старым, грустным и неинтересным, печальным таким. Я думаю, господи, да что ж это такое-то? Надо пойти к делам спросить, что мне делать-то теперь? Ну, конечно, посоветовала, девчонки говорят, нет, ну попробуйте отрастить, если у вас такое желание, попробуйте отрастить, а как вы будете каскад носить, это уже вот. Сегодня они мне сказали, вот уберите вот так, уберите уши, в смысле, да, откройте, вернее, уши. Вот видите, сегодня челку в эту сторону я зачесала, хотя всегда назад. И, возможно, каре, ой, простите, опять каре говорю, каре я очень много лет носила, я даже в своих сообщениях оставляла фотографии, где я с каре, но как-то уже хочется что-то другое. Каскад я тоже очень много лет, я ходила с стрижкой каскад, но я была моложе, тогда она мне очень шла, и у меня были очень длинные волосы, и каскад не шёл. Я знаю, во-первых, он удлиняет, вот каскад, кто-то спрашивал, каскад или каре удлиняет. Каскад, мои хорошие, удлиняет лицо, а мне-то с моими скулами как раз надо каскад, а не каре. Каре, ну, неплохо было мне, но всё-таки вот сегодня я с девами разговаривала, а они говорят, да, Елена Михайловна, попробуйте каскад, мы думаем, что вам будет неплохо, и ушки можно открывать, и уши, и лоб, всё это можно открывать, и должно быть хорошо. А вот с цветом волос я до сих пор не могу определиться. Я сегодня пришла, и вот эта вот рыжина, она меня угнетает, потому что мне это не нравится. Мне говорят, ну, вот зачем вы себя мучаете? Ну, зачем вы тебя вот маленько взяли, мне притянили волос, да? И кто-то мне писал из девочек-парикмахеров под моим видео, где я вставляла, что скучаю по-чёрному, да, что где-то на 2-3 тона нужно сделать ниже, и будет нормально, и не обязательно чёрный. Я говорю, я не хочу вороная чёрная, но и светлая, это правда не моё. Они говорят, вы же помните, какая вы действительно, ваши слова правильные, вы становятся безликие. Если кому-то очень и очень идёт быть блондинкой, но есть люди, которым совершенно это не идёт и очень старит, или делает совершенно неинтересное, или вам нужно будет очень-очень много краситься, чтобы как-то быть более яркой. Потому что я светлокожая, и если светлые волосы, это сливается, и, говорю, моё круглое лицо, это большое-большое солнце. Вот опять у меня проблема. Я говорю, мне вот Радик, вот я посмотрела видео, ну прекрасное, мои дорогие девчата, девочки, мальчики, посмотрите, видео суперское, ну такое позитивное, и вот он рассказывает, как стричься, как к себе относиться, что нужно поднимать вот тут вот, тут поднимать нужно, здесь убирать нужно. Я не буду пересказывать видео, обязательно оставлю ссылки, мои хорошие, посмотрите. Я говорю, я прям задумалась, ведь прав-прав. И он, кстати, в этом видео говорит о завивке, да, что делать, кудряшки. Я кудрь не люблю, мой родной волос, это сегодня мне прям так просто пригладили, да, волнистый, я не люблю. Вот, ну, наверное, это у всех так, у кого кудряшки не любят кудря, а у кого их нет, наоборот, любят. Так вот, я из той серии, которую я тоже не люблю. Но вот Радик говорит, вот делайте глупости, возьмите и сделайте. Не было у вас кудря, вы сделайте. Он там показывает даже девушку, которая отрицала кудря, потому что свои волнистые, но сделала и прекрасно выглядит. Возможно, сейчас есть такие биозавивки, которые щадят не то, что раньше, да, вот химия в моем-то, в мое время. Но так как я не люблю кудри, я за свою жизнь ни разу не делала никакой химической завивки, потому что не люблю кудри. Всегда, наоборот, старалась их вытянуть, выпрямить и так далее. Вот такая у меня сегодня опять болталка. И я, я даже свое видео так назову, что скоро я сделаю глупость. У меня есть наметка, я не знаю, как вы это воспримите. И я опять призываю вас к разговору, стоит ли отращивать. Я говорю, вот сегодня, кстати, насчет того, что отращивать они нет, были расхождения. Если со цветом волос все однозначно сказали, что ваш цветотип это все-таки холодные тона, темные, холодные тона. А вот со стрижками было разногласие. Кто-то говорил, что сделать покороче, кто-то говорил, нет, отращивайте. Ну, в общем, тут мы, конечно, маленько голоса разделились. Вот, мои дорогие. Так что мне очень опять нужны ваши советы. Сегодня, говорю, вот сходила, маленько желтизну убрала, потому что начинает волос отмываться, да. И, ну, я не люблю, вот когда это вот краснота, желтизна, почему краска так. Вот эта Кэтрина финская, так я на нее надеялась, что будет все хорошо, но, к сожалению, совершенно быстро смывается. Ну, возможно, у меня большой процент седины. Возможно, краска-то не виновата, а виноваты мои волосы седые. Итак, мои дорогие, пишите свои комментарии. Я под этим видео обязательно оставлю ссылку на канал Радика Кафурбаева. Посмотрите именно то видео. Возможно, кому-то это будет тоже полезно, вот так же, как мне. И напишите, пожалуйста, если посмотрите. Итак, мои дорогие, пишите свои комментарии. Задавайте свои вопросы. Кто не подписан, мои дорогие, Не забудьте подписаться. И, конечно, все не пожалейте поставить лайк. А пока, мои дорогие, пока-пока.